Здравствуйте! Вы смотрите проект «Гости». Сегодня с нами вице-президент Дальневосточной Федерации современного Панкратиона, бессменный рефери многих турниров в этом виде спорта – это Дмитрий Сазонов. Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте! Дмитрий Сазонов – вице-президент и главный тренер Дальневосточной Федерации современного Панкратиона. С детства увлекался спортом. За время спортивной карьеры получил второй дан подзюдо, стал мастером спорта по борьбе самбо и кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Наряду с увлечением единоборствами Дмитрий получил два высших образования – юридическое и физкультурное. В Дальневосточной Федерации современного Панкратиона состоится дня ее основания в 2000 году. Дмитрий Сазонов является главным рефери Федерации, а также председателем судейской коллегии Дальневосточной Федерации современного Панкратиона. В целом, развитие этого вида спорта у нас в регионе, его поклонники, в общем, знают немало, да, есть какие-то ключевые спортсмены, которые успели стать звездами для дальневосточной публики. А вот что касается развития судейского корпуса, скажем так, к которому вы имеете непосредственное отношение, как его становление происходило? Когда мы только начинали проводить турниры, то есть стал вопрос, кто будет судить, как судить. То есть и Коньков Дмитрий Александрович судил какие-то турниры, какие-то ямы по очереди. Ну, потом как-то так все свелось к тому, что я турниры стал судить. То есть, как говорится, ну, не было такого опыта, не было подготовки. Поэтому, ну, где-то смотрели турниры UFC, где-то как работают рефери, там, Джон Маккартни, где-то свой опыт какой-то нарабатывали. И потихоньку, помаленьку, то есть, ну, так вот все сложилось. Сейчас есть ребята, которые достойно судят, вот, неплохо, поэтому, ну, развиваемых. В каком-то из ваших интервью я читала, вы говорили, что многие действующие спортсмены в перспективе совсем не прочь попробовать себя именно в роли рефери. Но, равно как и в тренерской работе, далеко не каждому это, ну, дано, что называется. Вот можете назвать какие-то ключевые качества, которые спортсмену позволяют достойно реализовать себя и вот в этом качестве, в качестве судей соревнований? Нужно, ну, чувствовать сам поединок, рисунок боя, то есть, не мешать бойцам показать свои качества самые лучшие. То есть, где-то вовремя пресечь какие-то там действия, допустим, запрещенные, остановить поединок, то есть, сохранить здоровье. То есть, ну, в общем, как бы, то есть, совокупности все вот эти вот компоненты работают. Ну, вот мне кажется, что необходим некий, может быть, инстинкт, да, какой-то определенный судейский, как вовремя среагировать. Вы никогда не анализировали вот какой-то комплекс качеств для того, чтобы, знаете, ведь публика в первую очередь зачастую, ну, если какой-то исход поединка не очень нравящийся зрителям, она совершенно не против обвинить рефери, да, в том, что произошло. Конечно, да. Ну, за все годы много было разных там и случаев, и ситуаций. Ну, чтобы мне кто-то из спортсменов, как бы, ну, после боя сказал, что, ну, там, неправильно поступил, ну, такого. Ну, в горячке было, да, то есть, сразу после боя, а потом, когда они смотрят поединок, анализируют, ну, понятно, что. Моя задача именно сохранить здоровье спортсмена, потому что все под адреналином они не чувствуют этого, то есть, они готовы там до конца биться, и поэтому, ну, а это же спорт, тут же, ну, как бы, важно именно сохранить здоровье. А вам, в свою очередь, легко удается сохранять холодную голову, я понимаю, что это необходимо, но вот возможно ли какие-то, ну, такие внутренние эмоции, которые иной раз могут одержать верх над рассудком, над вот вашей бдительностью судейской? Не знаю, мне кажется, это, ну, мне легко получается. Я, как бы, контролирую свои эмоции. Ну, несмотря на то, что вот мои ученики часто выступают, которых я тренирую, то есть, я переживаю за них, но все равно я, ну, не даю волю там эмоциям, чувствам, то есть, ну, потому что поединок должен быть честный, все смотрят, то есть, ну, и по телевизору, и там, несколько тысяч зрителей в арене, то есть, каждое движение спортсмена видно, и поэтому, ну, вот они вышли, пусть показывают, кто победил. Вот вы уже сказали, что в вашей карьере было множество разных историй, а история как раз, наверное, то, что зрители хотят слышать в первую очередь. Можете вспомнить какие-то такие памятные поединки, ну, с точки зрения, может быть, какой-то неоднозначности судейства? Ну, разные были ситуации, где, ну, где-то там спортсмен, находясь в состоянии нокдауна, то есть, продолжает, там, бороться или продолжает что-то делать, видишь, что он уже, как бы, я останавливаю, продолжает какое-то движение. Один момент был, ну, за все время, наверное, один такой момент, когда спортсмен после остановки боя, то есть, уже его соперник поднимает руки, уже, ну, понимая, что он победил, вот, он со спины пытался ударить его от затылок. Пришлось остановить его, взять на удушающий там. Вот вы сейчас рассказали эту историю, я вспомнила, что рассказывали, что в американских промоушенах, ну, вот, самых известных, всех спортсменов перед турнирами предупреждают, что вы должны защищать себя все время. В англоязычном варианте это звучит как «protect yourself all the time», да? Конечно, конечно. То есть, вне зависимости от того, что уже объявлены результаты, вы должны быть внутренне готовы к тому, что что-то может произойти именно в плане каких-то адреналинов. Конечно, и мы точно так же, точно так же перед боем инструктируем спортсменов. Ну, во-первых, это не видит зритель, я прихожу к ним в раздевалку, когда они готовятся, ну, в каждой раздевалке разные команды, разные, то есть, спортсмены, с каждыми проговариваем. Там еще раз напоминаем правила, то есть, ну, и поведение, и правила ведения поединка с каждыми, там, спортсменами индивидуально, то есть, каждому, чтобы и кто-то, если, там, иностранный, там, через переводчика, либо так, то есть, ну, чтобы до них дошло, чтобы у всех не было вопросов, чтобы потом в ходе боя не получилось так, что один, там, начал какое-то движение, там, думал, что так можно. Вот вы, будучи одним из основоположников, вообще, этого движения, развития, да, такого вида спорта, как смешанное единоборство, как панкратион у нас в регионе. Оглядываясь на тот путь, который прошла, и федерация, и в целом вид спорта, вот скажите, какими достижениями вы довольны, как вообще вы видите этот путь? Насколько впереди открывается еще перспектива для его развития? Ну, знаете, когда мы начали только развивать этот спорт, когда мы начали проводить турниры, народ еще так очень скептически относился к этому. Во-первых, ну, название такое греческое – панкратион. Аббревиатура ММА еще вообще в ходу не было. Смотрели, там, бои UFC, Pride, там, только поклонники, которые в этом, ну, интересуются, это разбираются по интернету, там, потому что сейчас включишь телевизор на выбор. Очень много турниров, промоушенов, всех знают бойцов. Настолько сейчас это популярное движение, то есть этот вид спорта, за сколько мы развиваем, там, 18 лет, это очень стремительно. Ну, оглядываясь назад, можно сказать, что мы такую очень хорошую работу проделали. Много было ярких турниров, которые, там, и чемпионаты мира мы проводили по панкратиону, ну, это в Хабаровске. Полные залы, там, такой аншлаг, такие были очень, скажем так, яркие поединки, бойцы были очень хорошие, про которые сейчас, ну, к сожалению, никто не знает, никто не вспоминает. Вот, а эти ребята, они как раз и, ну, строили этот спорт. Что может способствовать тому, чтобы в истории развития спорта эти имена оставались? Ну, то есть, или здесь некая скоротечность, которую... Наверное, да, наверное, скоротечность. Которую невозможно, да, контролировать. Ну, что, да, молодое поколение, вот, скажем так, бойцов, они смотрят на тех бойцов, которые сейчас выступают. Вот для них, там, Конор Монгрегор, это, там, вот, самый предел, там, вот, совершенства, к чему нужно стремиться. Вот, ну, я бы сказал, что, там, наше поколение, они, наоборот, как бы, более сдержанно к этому относятся, потому что, ну, раньше были бойцы, ну, такие, как Федор Емельяненко, ну, более и сдержанные, и скромные, скажем так. Ну, понятно, у всех разные предпочтения. Вы назвали Конора Монгрегора, это как раз пример такого спортсмена, от которого больше ожидают шоу, мне кажется, нежели, ну, в чистом виде какой-то благородной спортивной борьбы, да, это, наверное, не про эту личность. Ну, там, конечно, там другое, там, индустрия очень развита, именно продажи боев, то есть создание вот этого шоу. А можно ли сказать, что здесь у нас на Дальнем Востоке, вот, интерес, пик интереса к смешанным единоборствам, он уже достигнут? Или все-таки есть куда расти, есть еще какую-то зрительскую аудиторию привлекать? И, в частности, Панкратион имеет все шансы быть еще популярнее. Я считаю, что у нас развитие на данный момент уже на пике. Вот, и нам расти нужно только в сторону какого-то азиатского региона, то есть на международные арены выходить, вот, либо на запад в Россию проводить там турниры. Мы охватили весь Дальний Восток. Сахалин, Камчатка, Якутия, то есть, ну, весь регион, и каждый турнир, и зрители приходят и смотрят. Вот, это один момент. А второй момент, нужны хорошие бойцы. Есть школа, есть ребята, тренируются, но все равно хотелось бы более массовой, более массовой, чтобы спортовый был. Потому что, ну, ходят ребята в зал, тренируются, а как только объявляется, что будут там какие-то соревнования, там даже полюбители, все. Если раньше ребята выходили, бились там за идеей просто, что, ну, выйти там, там, чтобы выйти в Платину-марену, это нужно пройти определенный, как бы, этап там, таких рейтинговых турниров, то есть набрать. Вот. А сейчас, к сожалению, таких все меньше и меньше. Ну, ведь вы реализуете себя еще и как тренер, соответственно, вашими руками могут быть воспитаны те самые будущие бойцы. Стремитесь к тому, чтобы, ну, так сказать, воспитать новое поколение достойных спортсменов? Конечно. Стремимся, конечно. Ищем новые имена, новых бойцов, самородки такие, то есть, где-то с других видов спорта. А вот с какого возраста нужно подхватывать ребят, да, вот, может быть, и с других видов спорта? Может быть, активно начинать развивать в вашем, чтобы вот пошло вот это развитие и с прицелом на будущую спортивную карьеру? Начинать нужно где-то с возраста, там, не знаю, 6-7 лет, вот, мальчика отдавать на любой вид борьбы. Начинать обязательно с борьбы нужно. Это вольное, классическое, самбо, дзюдо. Я бы отдал предпочтение самбо, потому что, ну, самбо, оно, ну, наш национальный российский, то есть, ну, вид спорта. Самбо как раз есть та база, та техника, та годами наработанная, ну, то есть, методика воспитания спортсменов, то есть, детского поколения, вот, которое, ну, допустим, ну, нету там в смешанных ненаборствах. Любой вид борьбы, он развивает и гибкость, и координацию. А где-то лет, наверное, с 12 уже можно добавлять ударную технику. Ну, кстати, о самбо, ведь вот в ноябре, я не помню точно число, 16-е, по-моему, у нас Всероссийский день самбо. Ну, это как бы такой знаковый день. Много людей у нас, которые занимались самбо, очень много, на самом деле. Если взять даже этих бойцов, которые, ну, добились мировой известности из российских, то есть, ну, вот, они практически все были причастны к этому виду спорта, выступали на довольно таком, ну, высоком уровне. И Федор, и Хабид Нурмагадедов, то есть, ну, Василевский, ну, очень много бойцов. А вообще фигура тренера, ну, мне кажется, просто для молодого человека, да, который вот связан с определенным видом спорта, роль тренера в жизни, она может быть очень значительной. Потому что во многом тренер кует будущего настоящего мужчину, даже если он не станет профессиональным спортсменом. Фигура вашего тренера, может быть, их было несколько, вот, те личности, которые вас воспитывали и в плане спорта, и в плане жизни, это люди, которые действительно, ну, сделали вас? Так оно и есть, так оно и есть, реально, да. То есть, мой тренер, богодист Дмитрий Ильич, он сейчас тренирует в Благовещенске. Вот, у него очень хороший клуб «Витязь», много воспитал достойных спортсменов, и мастеров спорта, и чемпионов Европы, и России. Я вспоминаю мое детство, когда мы тренировались, у нас секция была, то есть, рядом со школой. И бывало такое, что в школе, ну, что-нибудь там нахулиганишь, и учительница идет, первым делом не вызывает родителей, а первым делом идет к тренеру, рассказывает. Одно из таких наказаний было, там, лишение тренировок, там, на неделю. Я благодарен своему тренеру за то, что, ну, вот так вот, ну, как второй отец, на самом деле. Потом уже, когда я стал старше, там, и Суворовское училище, там, потом в пограничный институт, уже там, на чемпионах погранвойск выступал, то есть, там, ну, уже другие были люди, которые меня тренировали. Ну, а детский тренер, то есть, это, ну, реально, он должен быть и психологом, и, ну, это как призвание, это должно быть дано человеку. Вот вы значительную часть вашего времени проводите в Хабаровске, да, и значительную часть вашей деятельности там осуществляете. Долгое время Хабаровск считался такой негласной дальневосточной столицей единоборств. Он по-прежнему сохраняет этот статус, на ваш взгляд? Или сейчас уже как-то все более-менее сравнялось, потому что турниры проходят по всему Дальнему Востоку, и они есть и в Владивостоке, и в Благовещенске, и в других городах? Ну, скажем так, оттуда все пошло. Да. Оттуда все началось. Там появилась первая большая арена. Там арена появилась первая. Которая начала собирать. Первые турниры крупные мы там стали проводить. Сейчас, если вот так вот посмотреть, то я думаю, что Владивосток, он много что перетянул на себя. Во-первых, Фетисов арена, она более, скажем так, современная. По звуку, по свету она отличается в лучшую сторону от Платином арены. Зритель тоже благодарный. Клубы развиваются, то есть спортсмены. Поэтому я думаю, что сейчас где-то уже сравнялось. Спасибо вам за этот разговор. Успешного вам проведения турнира и успехов во всей вашей большой работе. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok